Мой ролик, посвященный грядущей, или точнее уже идущей, гражданской войне в Российской Федерации, администраторы YouTube удалили, якобы за то, что там присутствует недостоверная медицинская информация, хотя я не пользуюсь медицинскими терминами и никогда не говорю о том, в чем я не разбираюсь. Я просто называю своими именами то, что происходит у нас в стране, то, что происходит в мире. Это не нравится русской редакции YouTube. Как я понимаю, они живут душа в душу с путинской ФСБ и поэтому удаляют неугодные ролики. И мой, собственно, канал находится в состоянии блокировки, постоянной блокировки, несмотря на то, что я выставляю туда ролики. И об этих публикациях должно быть известно моим подписчикам. До них информация не доходит. Искусственно мои ролики в классификаторе Google понижены до такой степени, что их практически невозможно найти. И в самом YouTube тоже в рекомендуемые видео мои ролики практически не попадают. Ну, если попадают, то только постоянным подписчикам, которые постоянно заходят на мой канал. Так у меня 30 тысяч подписчиков, а смотрят мои видеоролики в 10 раз меньше. И я вижу в этом проявление все того же, о чем я и говорил. То есть глобальный концлагерь, как утверждался методами, которые, в общем-то, сейчас стали известны практически всем раньше так. И в будущем мы, скорее всего, будем в этом состоянии находиться. То есть идет обнуление нашего социального капитала. Мы работаем над тем, чтобы собрать аудиторию каких-то единомышленников, друзей. Но приходит человек в фуражке и сметает все, что было наработано за многие годы. Специально идет вовлечение. Сначала миллиарды людей вовлекаются в гугловские ресурсы, создают свой социальный капитал. Ведь это не YouTube. Снимает мои ролики, загружает туда, рассказывает друзьям, что вот есть такие-то и такие-то темы, которые обсуждены. Но, тем не менее, там сидят люди, которые распоряжаются, как им вздумается. Никаких правил, разумеется, нет. Если вы идете, если на вас там подают в суд или возбуждают дело, то вам хотя бы сообщают, какие у вас правильности. В YouTube такого нет и не присутствует. Здесь просто говорят, что вы нарушили. Если не хотите получать санкции, читайте правила. Мы читаем правила, ничего там не находим. Мы не можем знать законодательство целиком, чтобы понимать, что же мы там нарушаем. Вот здесь я вижу злую волю. Намеренно уничтожается то, что создавалось. То есть ранее были объявлены всемирные правила, такие вот демократические, что есть свобода слова. Это декларируется всеми, кто живет на Западе, кто создает все эти мощнейшие платформы для вовлечения огромного количества людей. Но оказывается, что никакой свободы слова они не предусматривают. Свободы научного творчества они не предусматривают. Потому что если я выставляю какие-то ролики по исследованию, историческому исследованию, ну скажем, жизни той национальности, которую нельзя упоминать. У нас в Российской Федерации две национальности, а в международной среде одна национальность, которую нельзя упоминать. Кроме как в состоянии восторга и полоумия, я бы сказал так. А вот что-то здравое и рациональное, научное, это все нельзя. Это все нельзя, потому что это вскрывает тайну мировой истории. В том числе и образование вот этих платформ, дискриминирующих определенный образ мысли, и пропагандирующими порнографию, гомосексуализм, пропагандирующими деструктивные культы, все что угодно. Это касается, я считаю, всех социальных сетей. А дискриминируется национальное мировоззрение. Специально есть органы в Российской Федерации, которые выполняют волю вовсе не народа и не заботятся о защите государственности или нравственности. Они действуют прямо противоположным образом. Они отслеживают какие-то высказывания, выявляют людей, которых они считают неблагонадежными, не предъявляя им никаких здравых претензий, преследуют их по надуманным предлогам. От просто беспокоящего огня, там позвонил участковый, какое-то письмишко написал, какой-то поганый прокурорчик. И человек начинает думать уже не о том, о чем он должен думать, а о своей профессии, о своей семье, о жизни, о Боге и так далее. Он начинает думать о том, как под него делают подкоп, и чем же это кончится, и не приведет ли этот подкоп к расстройству всей его жизни. Тем же самым занимается и администрация YouTube, которая не объявляет себя в виде персон. То есть мы не сможем никогда сказать, а кто же делает все это безобразие. Я столкнулся с аналогичными действиями, когда полностью был удален мой аккаунт с 30 книгами на такой есть американский хостинг, книжный, книготорговый хостинг Smashwords, мясорубка из слов. Вот они через эту мясорубку проворачивают и, в общем, кормят всяким непотребством. Ну, я не интересовался, что там другие публикуют. Я оставил свои публикации, стоило появиться книгам с упоминанием вот той самой запретной национальности, как у меня их стали требовать сначала самому стереть, потом стереть не одну, а несколько книг. А когда я стал задавать вопросы, ну, видно, что там анонимы со мной говорили, якобы у них есть какой-то персонаж, который генеральный директор, его лицо выставлено, но эта фейковая личность, ее не существует. А со мной говорили люди, которые не имеют ни образа, а просто имеют некие ники. Вот, и мне писали они абсолютную чушь. Я говорил, дайте со специалистами-то поговорить, в чем претензии. Это строчку предъявить, или там, страницу, главу, или какие мысли вас затронули так, что вы считаете, что эта публикация неприемлемая. Они не могут этого сделать. Им дается команда, и они выполняют. Ну, как-то вот у нас прокурорские работники, они тоже так вот, у них беспокоящий огонь прям по площадям. То есть кого-то трогают, кого-то не трогают, кто-то проскочил материться, публиковать порнографию. Это все можно, а вот проявлять национальное мировоззрение, это нельзя. Причем, поскольку сил у них не хватает, они все сейчас на известные процессы переключились. Вот там они обслуживают интересы оккупационного режима. Они, ну, как бы так, по площадям, где-то кого-то зацепили, какую-то публикацию. То есть они бродят по сети и находят какие-нибудь фразы, к которым можно прикопаться. Прикопаться они имеют право, и это установлено, хоть к столбу, хоть к абсолютно невинной фразе. Все равно это будет истолковано, как вздумается прокурору. Никаких шансов оспорить прокурора у нас нет, потому что судов у нас нет. И прокурор это не прокурор, а деятель оккупационного режима. Поэтому никакой защиты у нас в рамках правового поля нет. Право не существует, судов не существует, прокуратура поддельная, следователи фальшивые, участковые полностью как рабы действуют. С преступностью вся вот эта вот кодла, извините за выражение, конечно же не борется. Но они стремятся к тому, чтобы людям жилось как можно хуже, чтобы они себя чувствовали ущемленными, чтобы они чувствовали себя униженными. Чтобы все время, когда ты хотя бы какую-то мысль высказал, существовала возможность, чтобы к тебе прицепиться, и ты все время задним числом думал, как же тут высказаться. Как я сейчас высказываюсь по поводу неуважаемой мной администрации вот этого хостинга, где размещаются видео там миллионами людей. Я тоже думаю, что сказать, если я сейчас скажу какой-то термин о том, что вот сейчас происходит в Российской Федерации, в стране. О том, что происходит просто попрание человеческого достоинства в массовых масштабах. То этот ролик тоже уберут, потому что там существует, там есть некий идиот, который создал алгоритм, ищущий некие ключевые слова. Он их находит, и никаких разговоров нет. То есть мы разговариваем вместе с людьми. Не думайте, что вы можете вступить в переписку и что-то там оспорить, или что-то там объяснить. Ничего этого не будет. Напротив, они даже говорят, если вы пытаетесь что-то оспорить, то есть вы можете якобы оспорить, но если ваш ролик все равно будет признан неправильным, то вам дополнительную санкцию дадут. То есть это как бы если вы обращаетесь в суд второй инстанции, то вам непременно прибавят еще срок, поэтому лучше не обращайтесь. Они прямо это вот пишут, их алгоритм, поскольку написан идиотом, то он, идиот, вот это все и вкладывает в содержание вот этих автоматически формируемых писем. Они действительно просто говорят, вы нарушили, поэтому вам санкция. Не предупреждение, сразу санкция. Ну вот у меня забанили на неделю мои возможности публиковать новые ролики, или там публиковать в сообществе какие-то сообщения. То есть могу я только отвечать на комментарии, которые продолжают приходить. Ну и на этом спасибо, потому что если бы тоже вот на недельку вы закрыли мне возможность удалять комментарии всякого сброда, который сейчас мне пишет в связи с вот этим пакостником-писателем Шнуренко, то у меня все было бы забито ругательствами. Причем там есть, еще вот ввели они на ютубе такой метод удаления, автоматического удаления, тоже без всякого анализа содержания. То есть вот я говорю на русском языке, это может быть экспрессивное высказывание, но для вот этого идиотического алгоритма эти высказывания неприемлемы, они удаляются. Вот эти вот шпана Шнуренко, она, так сказать, вот это вот прохановские бабы, как я их называю, они уже как-то поднаторели, они пишут гадости, ну так, чтобы вот не употреблять неких слов. Это тоже веяние времени, создание вот таких команд негодяев в негодяйских структурах, которые приходят на какие-то чужие ресурсы и там гадят. Вот, причем приходят такой, ну, толпой, можно сказать, там дюжина человек, вот каких-то полсумасшедших теток, которые, конечно, ролик не смотрят, им поручили написать гадость, они гадость пишут. Ну, я, естественно, не читаю, по первым двум словам и так понятно, о чем идет речь, и все это, все они отправляют в черный список. Им удобно, чтобы там и мои материалы существовали, и других, кто пишет, снимает там. Ну, во-первых, это подконтрольность, им значительно лучше, чтобы кого-то можно было контролировать, и поскольку люди высказывают разнообразные суждения, то их повышать их рейтинг или понижать, в зависимости от того, выгодно это или нет, вот этой закулисной политики, которая диктуется где-то из некоего мирового центра, где принимаются глобальные решения, потом они разбиваются на подзадачи. Вот несколько лет назад была или в десятилетии поставлена задача собрать людей под вот этот возрастающий поток видеоконтента, они собрали, а теперь они тех, кто создает этот контент, превращают в манипулируемых авторов. Не потому, что они меняют свою позицию, то ли выгодную этому закулисью, то ли невыгодному, а потому, что любого автора можно отбирать у него некоторые определенные высказывания и их продвигать, а другие, наоборот, затыкать. Это метод, манипуляционный метод, и как вот один из наших соратников провел расследование небольшое, почему некоторые мои высокопосещаемые видеоматериалы вдруг оказались где-то на очень далеких местах в поисковиках Гугла. Есть тайно существующий инструмент, который рубит определенного рода контент, в том числе и критический по отношению к Путину, как ни странно. Из этого я как раз и делаю вывод, что здесь нет никаких противоречий. Вы можете сколько угодно показывать по телевидению, что вы там ссоритесь, но нет. Путин для вот этого закулисья античеловеческого самый лучший президент. Даже не сомневайтесь, могут они там ругаться как угодно, обмениваться. Там какой-то дурак рассказал, что надо не принимать, не признавать избрание Путина после 2024 года. И тут же ответная реакция. Как? Вот мы, а если мы его выберем, выбор народа? Да не было никакого выбора народа, Путин никогда не избирался народом. Никогда. Просто ни первый раз, ни последний, ни все промежуточные. Это все ложь. То есть это все обманка. Нам создают некую иллюзию, как YouTube создает иллюзию свободы. Вот некоторые ею пользуются для того, чтобы писать всякие гадости. Как сейчас я тоже перешел на социальную сеть «Бастион». Кстати, советую всем, там пока никаких цензурных ограничений нет. Но зато там есть свобода вот этой швали, которую так увидишь на улице, он что-нибудь брякнет. И едва ли сдержишься, чтобы не заехать ему в физиономию. Ну, там все под псевдонимами действуют. Потому что тогда ты вообще неуязвим. Неизвестно, кто ты, неизвестно где. Поскольку это распределенная сеть, все, тебя никак не выловить. И этим пользуются всякие сквернословы, просто подонки рода человеческого. Ко мне тут же были приставлены некие людишки, которые мне там постоянно гадили и продолжают буквально на каждую публикацию заходить и пытаться проваливать мой рейтинг. Ну, не получилось у них. Тем не менее, есть такие энтузиасты, они могут завести по несколько аккаунтов. И заходить от разного аккаунта, давать оценки каждой моей публикации. Ну, вот такие подонки, они тоже используются, если в бастионе их просто не отсеивают, то в других местах их превращают в некую службу. Это вот служба по, я не знаю, истязанию тех, на кого укажут пальцем. И в это вкладываются огромные ресурсы. Накануне выборов там всякую ахинею начинают распространять, печатать, указывать пальцем прокуратуре, что вот здесь не так, тут не так. Пожалуйста, надо натравиться на того или иного человека, чтобы он что-нибудь не писал или не снимал, не выставлял видео, которые не угодны. И мы получаемся здесь жертвами несвободы, которая организована теми, которые на всех углах кричат о свободе. Из этого надо сделать каждому русскому человеку вывод, что есть свобода и свобода. Под одним и тем же словом можно понимать совершенно разные вещи. Вот эти люди понимают под свободой свободу сквернословия, свободу разнообразных безумств, свободу бесчестия. А русский человек должен под свободой понимать свободу во Христе. То есть есть нравственно-этическая норма, которая определяется и историческим опытом, и вероучением, которое для русских является единственным и единственным их объединяющим. И всякая чушь собачья о том, что есть какая-то нравственность, оторванная от религиозности, это для людей недалеких и ничего не соображающих в этом вопросе и в жизни. Кто-то пытается придумать коммунистическую этику, кто-то либералистическую этику, кто-то ударяется в якобы язычество, а не понимая в том, что он не язычник, а просто мракобес. Наш-то выбор однозначный, и только такой никакого быть не может. Те, кто будет оставаться со Христом, победит. Неважно, в локальном нынешнем времени, текущем времени мы можем проигрывать, что в общем тоже еще не факт, что мы окончательно что-то проиграли. Россию русский народ проиграл, это однозначно. А вот христиане, православные христиане, скорее всего не проиграли. Если только, ну здесь тонкие некоторые моменты, я отнесу, не буду сейчас его обсуждать, может быть в каких-то других роликах. Только что вышла моя книга «Завет темных веков» в издательстве «Книжный мир». Каждый может найти это издательство в сети, зайти там среди авторов, найти мою фамилию и посмотреть, заказать эту книжку. Вот там я это обсуждаю. А что же все-таки могло бы быть спасением? И я думаю, со Христом мы и спасемся. Слава Руси! Господи, спаси! Слава Руси!